В этом фильме я хотел бы рассказать об одной из удачных поездок в Астрахань. Мы в Астрахань ездим два раза в год, осенью и весной. В этом году мы поехали в Астрахань с 15 по 19 апреля, потому что 20 апреля начинается нерестовый запрет. Обычно до Астрахани мы любим ездить ночью, чтобы проскочить основной путь до Волгограда в темное время суток и проехать сам Волгоград ранним утром. Так как в Волгограде находится самая большая по протяженности улица во всем мире. Ее длина составляет более 50 километров. И если попасть там днем в пробку, то можно простоять несколько часов. От Москвы до поселка Кировского расстояние составляет порядка полутора тысяч километров. Его мы преодолеваем за 20 часов. У нас есть рекорд, мы проехали это расстояние за 16 часов. В поселок Кировский Камазиакского района Астраханской области мы ездим к нашему общему другу Раилю. Раилю уже много лет занимается подводной охотой. И знает в любое время года, где можно найти скопление рыбы. Каждый раз мы пытаемся найти свой трофей. У нас нет цели заготовить рыбы или ее продать. Обычно мы ездим на 4 дня. И 2 дня у нас занимает дорога. В Астрахань я езжу на протяжении 5 лет. Самые первые поездки были поездка с друзьями-дикарями с палатками. На одной из этих поездок, на так называемом фестивале Раздолбаев, мы познакомились с Раилем. Далее был остров, на котором мы приезжали с палатками к Раилю. А сейчас мы ездим непосредственно в гостевой дом к Раилю, в котором есть все удобства. Две комнаты. В одной могут располагаться 3 человека, а другой 4. Есть банька, душ, горячая вода. В общем, все удобства. Сейчас Раиль поставил беседку, которая отбил москитной сеткой. И можно даже не бояться мошку и комаров. Проехав в Волгограде, мы едем через цыган Аман в Астрахань. Климат Астрахани характеризуется как резко-континентальный. Лето сухое, жаркое. Самый жаркий месяц – июль. Зима ветреная, холодная, погода неустойчива. Морозы чередуются с периодами оттепели. Осень чаще всего теплая, солнечная, ясные дни чередуются с днями ненасти. Нельзя не упомянуть о своеобразии природы Астраханской области. Степи, полупустыни, поймы. В этом тоже заключен необычный колорит края. В Астраханской области, помимо подводной охоты и рыбалки, достаточно много достопримечательностей. Одной из них является озеро Баскунчак. Баскунчак – уникальное творение природы. Своеобразное углубление на вершине огромной соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров глубину земли и прикрытой толщей осадочных пород. Это самое большое и самое соленое из всех известных соляных озер мира. Площадь озера Баскунчака около 115 квадратных километров. Она находится в Астраханской области, в 53 километрах к востоку от Волги. Рядом с озером Баскунчак расположены поселки Верхний Баскунчак и Нижний. Глубина залегания соли на озере Баскунчак достигает 6 километров. На данный момент идут разговоры о том, что чиновники пытаются запретить подводную охоту в Астраханской области. Подводного охотника пытаются приравнять к барканьеру. Если у чиновников получится запретить подводную охоту в Астрахани, то эта практика далее пойдет по всем регионам России, и вскоре мы окажемся вне закона. Как можно приравнять нас, подводных охотников, к тем людям, кто убивает рыбу электроудочкой или вылавливает сетями, тем, кто занимается рыбозаготовкой или ловит рыбу на продажу? А ведь многие даже не знают, что в нерестовый запрет у нас ведется промышленный лов рыбы. И это происходит на протяжении многих лет. Место, где встречается Волга с Каспийским морем, называют раскатами. Местная природа, разнообразный растительный и животный мир. Необычный простор, где хочется дышать полной грудью. Завораживающий, ни с чем не сравнимый, тончайший аромат каспийской розы, лотоса. Увлекательнейшая трофейная рыбалка в любое время года. Азартная подводная охота. Все это астраханский крат. Приехав к Краилю, мы собираем снаряжение, прыгаем в лодку и едем на охоту. То, что мы не спали практически сутки, нам нисколько не мешает. Когда мы видим такое количество воды, внутри закипает кровь. Проезжая на большой скорости, в таких протоках необходимо пригибаться. Иначе можно получить серьезное рассечение сухим камышом. Кругом мутная вода, а вот в таких протоках, за счет камыша и водорослей, вода фильтруется. И можно найти прозрак порядка 6 метров. Это так называемая черная вода. Подводная охота в Астрахани бывает разной, в зависимости от времени года. Мы охотимся весной, летом и осенью. Весенняя подводная охота подразумевает под собой охоту в протоках. То есть мы ездим, ищем чистые протоки. И проходит охота в заситке. Ты, замаскировавшись максимально в камыше, лежишь и ждешь проходящую мимо рыбу. Эта охота очень хорошо развивает терпение, так как за мелкой рыбой идет более крупная. Очень часто случается так, что пролежав в протоке несколько часов и поменяв несколько проток за день, мы так и не находим рыбу. Летняя охота проходит по-другому. С егерем выезжают на лодки в Каспийское море. Там прозрачность порядка 2 метров. И ищут клубы мути. Это сазан кормится. Все в полной боевой готовности сидят в лодке с заряженными ружьями, при этом соблюдают технику безопасности. Егер в полиционных очках ищет эти клубы мути. Подъезжает. И высаживает вас на краях этой мути. У вас будет буквально 5 минут, чтобы взять хотя бы по одному сазанчику. А у Раиля получается взять 6 занов за это время. По истечению этого времени вся стая разбегается в разные стороны. Ну и самая опасная и трофейная охота происходит осенью. Мы ныряем на протоках, на которые глубина достигается порядка 4-5 метров. Прозрачность при этом не превышает обычно 1 метра. Нырять нужно в коряжник, на котором всевозможные крючки, обрывки сетей и прочее. И там обычно находишь свой трофей. Еще не менее опасная охота осенью по самовьим норам. Ты находишь самовью нору. Залазишь туда практически полностью. И должен высветить там сама. Стреляешь сама. Сом во время выстрела пытается выбраться из норы. И опасность заключается в том, что он может твоим же группуном проткнуть тебя. Добрый день. Али вечер. Меня зовут Павел. Нахожусь в Астрахани у своего друга Раиля. Одного из самых лучших в России, я думаю, егерей, сопровождающих подводную охоту. С подводной охотой я пришел около 10 лет назад абсолютно случайно. Ехал в деревню на родину к своему отцу. Проезжал по Киевскому шоссе речку Жиздра. Остановились отдохнуть. Был маленький ребенок. У меня дочке тогда было 4 года. Остановился отдохнуть, чтобы ребенок отдохнул. Увидел, как из воды выходят люди с рыбой, которую я вообще никогда раньше, как поплавочник, не видел. Но через неделю у меня была вся снаряга. А еще через 10 дней я уже расстрелился во первого головля. Кило 200. Шикарная рыба. Здорово было. Редко занимаюсь сейчас подводной охотой по одной простой причине. Требуется все больше и больше средств, чтобы выжить в наших неправильных рыбах. А где такие самые водятся? Меконг. Меконг это Таиланд? Это считается даже сами. А, то есть на Пухгете озеро есть, да? Мы в последний раз ездили в Паттайю. И вот там как бы, в районе Бангконга. Там есть озера. Был, да, искусственный водоем. Успешно, так сказать, порыбачили. Успешно порыбачили. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...